Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Казоков Фэмили, и мы сегодня продолжаем проходить такую интересную психоделику, как Фрэнбоу. Так что, в принципе, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик, приглашайте друзей, а мы, в принципе, погоним и посмотрим, что нас дальше ждёт в этой интересной и неожиданной игре. Так. Добро пожаловать домой, чудесный кот. Надеемся, тебе нравится твоя новая кровать. Будь славной и ешь свою еду с любовью Клара и Мия. Вот это, скорее всего, Клара и Мия, да? Так, а кого там с полки подобрать? М-м-м. Что тут у нас? Разрыхлитель. Какой-то медведь. Медовый мишка. А, котёл, я чё-то прочитал, когда какого-то. Приготовить ужин для котика. Так, подожди, у острый нож мы не взяли, да? Ну да. Плита для готовки. Так, плитки некоторые вот так сделаны, да? Так, а нам чё, сюда, что ли, никуда? Так, а мясо мы подобрали, Владимир, да? Стоп, нет. Так, нет. Чё, мясо нельзя подобрать? Спички. Спички. Где те мне игрушки? Да. Может, хотёл воду собрать? Подожди, объединить, или чё? Ну, с франом. Не хочет, что ли? Что? Странная вещь, типа, в виде семечка. Перец. Соль. И ничего, да? Так, ладно, а чё там? Нифига у них тут хата. Соль. 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 Но в этом... а это получается что нету кирпича чтобы добраться да секретная бутылка окей а вы что что за фигня зашивись ладно это вроде взяли спичку и чего ящик в банке это котел для бутылка что за ящик в банке ваза для цветов а спички взяли прежние да 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 шоколадный торт вкусно и красиво шоколадный торт секс и что внутри? черные свечи ветла сестры жесть пинцет а в этот монстр как много крови кукла кто тебя поймал? веревка что за трешняк? да она в свою комнату пошла чего? весело какой-то джаз полки пишущая машинка ромофон джаз джаз А, подожди. Верёвка должна быть здесь? Подожди. Я что-то тут не заметил никакой верёвки. Это комод. Это что-то такое. Лисичка. Зонт. Дохлая крыса. Мистер Полноч, ты здесь, котик? Ля, это он, походу. Это ты, боже мой, дорогой друг, я нашла тебя. Френ, это в самом деле ты? Это я, подойди ближе, дай мне тебя увидеть. Френ, я так рад тебя видеть. Я очень по тебе скучал, ты мне снилась. И вот ты здесь, спасибо, что не сдалась. Тоже люблю. Я тоже тебя люблю, мистер Полноч, я очень скучала. Как ты нашла это место? Я пыталась следовать за ними, за людьми в лесу. То есть, после времени я заблудился, я был слишком слаб, чтобы выститься к тебе. Я пытался поймать еду и подкрепиться, но... Что-то произошло, кто-то схватил меня и посадил в эту клетку. Мой дорогой, я открою эту клетку, нам нужно к тете Грейс. Френ, я очень устал, лишь бы все это оказалось дурным сном. Все будет хорошо, мы просто должны выбраться отсюда, Френ. Могу и спросить кое-что. Конечно, мистер Полноч, что такое? Ты ощущал мое присутствие в своих снах? Да, ты велел принимать таблетки, чтобы найти тебя. Какие таблетки, Френ? Я такого не говорил. Думал, кто-то помог нам воссоединиться. Каждый раз, когда ты мне снилась, я чувствовал чье-то присутствие. Правда? Какое присутствие? Это был не человек, но существо было добрым и мирным. Это настоящее волшебство. Хорошо, что кто-то Френ, ты слышал? Я посмотрю, что это найду ключ и освобожу тебя. Я люблю тебя. Так, котика мы нашли. А, веревка. Ну че, погнали вниз. Так, подожди, мы здесь, по-моему, были. Походу, нам вниз. О, бля. Я думал, здесь никто не живет. А, вот ты где? Мы ждали тебя. Где твоя голова? Моя голова, она нужна вести. Драгоценно существует за нового мира, кто бы еще поверил нам. Простите, но я не могу понять смысла ваших слов. Френ Боу, это твое имя, так? Твоя мама и папа трагически погибли, очень жестоко. А теперь ты жаждешь узнать, кто убил их? Помедленнее, как так быстро, что вы столько знаете. Мы просто знаем, должны знать, мы часть этого мира. Не печалься, плохие вещи происходят со всеми, постоянно. Хотела бы я сейчас быть дома со своей мамой и папой. Не желай невозможного, ищи решение и ответы. Да, но моей мамой и папой никогда не вернутся. Выпей чай и съешь кусочек торта, тебе станет лучше. Спасибо, но мне нужно знать, кто вам рассказал обо мне. Ты боишься, маленькая Френ? Ты еще не спрашивала о своем коте Мистера Полнич? Это очень странно для девочки, которая любит своего кота. Ты так спокойна, ведь нашла его в клетке, голодным и испуганным. Мы должны дрожать от страха вместо тебя. Я люблю его, поэтому я здесь, я не хотела быть грубой. Ты хочешь его вернуть? Да, прошу, я очень хочу его вернуть, он мой лучший друг. Прежде чем мы его освободим, расскажи, как ты сюда попала. Это длинная история, я сбежала из одного места, из мерзкого места, где детям скрывают голову, чтобы понять, что с ними не так. Фил рассказал мне секреты, я поняла, как сбежать. Затем я пришла в лес и встретила гигантского муравья. И убила жука, это было ужасно. Потом я встретила крысу, затем я сделала дверь, и она привела меня сюда. О, ну когда я зашла, что-то произошло. Больше я ничего не помню, а еще я видел настоящую семью шишек. А то, как я сюда попала, они жадут дома мистера Антонио и любят ягоды. Я видел летающих насекомых, застрявших на дереве из-за длинных волос. Это было тоже в лесу, а теперь я здесь, здесь. Ищу мистера полночь. Вот это приключение, сколько лет тебе? Десять, ого. Мне десять, скоро будет одиннадцать. А вам? Нам шестнадцать. Старше тебя, поэтому ты должна наслужиться. Ага. Чужих, конечно. Я не хочу вас слушать, вы не можете мне указывать. Ты не поинтересовалась, как нас зовут, как невежливо. И ты не должна бродить под дому без разрешения. Ты глупая маленькая девочка без семьи. Прекратите, пожалуйста, я не хотела грубить. Ты плачешь, если ты плачешь, значит попадешь в беду. Если ты не сделаешь, как мы скажем, твой кот умрет. Ты понимаешь? Вам меня не запугать, освободите моего идиотка, сама напросилась. Если ты не сделаешь, как мы скажем, плохие вещи произойдут с твоим котом. Мы заставим тебя убить его собственными руками. Нет, пожалуйста, я сделаю все, что вы... Теперь слушай внимательно. Ты должна выполнить магический трюк. Да, Илья тоже колдовала, но она не имела понятия, как это работает. Так эта магия очень мощная, страшная и опасная. Вот рецепт, будь внимательна, иначе произойдут ужасные вещи. Почему вы не сделаете это сами? Мы не можем, это нас убьет. Знаешь, мы не были такими прежде. Мы были двумя разными людьми в разных телах. Но как вышло, что вы сейчас такие? Что-то предстало перед нами. Мы думали, что это был ангел, но это было не так. Так, он решил, что мы должны провести вечность вместе. Он проклял нас на такое существование, мы так и не поняли, почему. У нас есть заклинание, чтобы вернуть его. Но мы займемся этим позже, когда они будут привязаны друг к другу. Мы покажем ему, что он бессилен и пожалеет о содеянном. Это ужасно, я сделаю все, что в моих силах. Так, мы соберем вещь, которая тебе понадобится для ритуала. Из-за того, что ты такая психовная девчонка. Ты не сможешь говорить со своим котом. Тебе придется ждать, пока мы не вернемся. Прошу, дайте мне поговорить с ним, позвольте дать ему еду. Нет, нельзя. Ключ. Ты хоть представляешь, что им можно открыть? Глупая-преглупая девчонка. Ха-ха-ха. Так, подожди. Через открытое окно. А, вот. Снова он. Что ж, он открыл окно. Мда. Вот и жаба. Доска. Так. Эй, ты. Да, кто говорит? Я жаба, я должна кое-что тебе сказать. Да, что такое? Ты в большой опасности не доверяй тем девчонкам. Почему вы это так говорите? Послушай, девчонка, я знаю, что могу ухлыть отсюда. Но они мне не позволяют. Каждый раз, когда я пытаюсь выбраться, я возвращаюсь. Этот дом будто огромный магнит. Магнит или жаб и котов. Они любят нас, но не просто так. А чтобы использовать нас, не доверяем. Это ужасно. Вот почему мой котик здесь. Они дали тебе рецепт для какой-то магии. Как вы узнали? Ты видел мертвую девочку? Нет. Ты закончишь так же, если воспользуешь ее рецептом. Она пыталась и сделала все неправильно. Боже, мне что-то нужно придумать. Я не очень умный, но на твоем месте я бы подошел к делу творческой. Я сделаю все возможное. Прошу, спасибо за нас, я очень хочу выбраться. Так. Скептикам нужна правда на бумаге. Моя сестра пыталась поймать меня, но я убежала. Мне страшно, ты поможешь мне. Так, стоп. В моей голове сидит монстр. И все, да? Скептикам некоторые люди верят всему, что написано. Велосипед. Волный свет на воде. Че это нам даст? Ну окей. Это, короче, из-за того, что мы, походу, доску подобрали. Такой вопрос, а как мы... Подожди. А ножницы у нас есть? Ну... Подожди, вернуться-то как? Так же понизу? Че? Серьезно? Серьезно? В смысле, сжется? Пинцетом, что ли? И че там? А-а-а-а. Зеленым перечеркнуто. Раскрытие истинной души. Кровь исполнителя ритуала, распустившаяся синяя лунная роза и волос человека, которого вы хотите заколдовать. Так, интересно. Так, интересно. А где у нас пепел? Вопрос. О-о-о-о-о-о. Подожди, а пепел у нас реально где? Стоп, а тут ничего не будет? Стоп, а это шишка или что это? Это свечи, зеленый карандаш, редкая семечка, это ведь то? Ммм, странно. Ммм, подожди, а мы на второй этаж тут поднимались? Лестница упирается в стену? Интересно. Хм, молодой мураи. Так, подожди, а? А нахрена нам колодец? Колодец нам нафиг не нужен. Особые коты немного похожи. Да, есть, наверное, такое дело. Комод пуст. Ну и где тут брать пепел? Духи. Девчонки заперли чердак, да? Ну ладно, остается возвращаться назад. Стоп, подожди, пепел жужж возле огня должен быть. Или нет? Подожди. А может мы концепт мы уже использовали, да? Стоп, пепел жужж вроде. Вот, подожди. Ваза с пеплом. На черно-белом квадрате? Это вот этом, что ли? Допустим. Так. Ах. Теперь свечи. Окей. Так. Котел водой. А где брать воду? А. Использовать. Ну давай. Используй котел. А дальше. Так. Подожди. Объединить. Кипеть. 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 Это значит... Соль и перец. Соль и перец. Соль и перец. А что еще там осталось? Так. Синяя лунная роза. А где синяя лунная роза? Так. Проходим в комнату слева. А подожди. Рецепт сестер это то есть получается... Это вот все... Вот это что ли сюда вставить? Или вот это? Подожди. Волосы с головы. Так. Хорошо. Ага. Окей. Нигде нет. Сестры. Рэйн. Вот речь о которой ты... Ты изучила ритуал? Да. Но нужно больше времени. Я не могу запомнить все их слов. Что ж. Выучи их быстрее. Да. Награй когда будешь готова. Эмм. Подождите. Девчонки. Думаю тебе нужно помочь избавиться от мешка. Я помогу. Но он может понадобиться. Верь. Нет. Если мы хотим этот мешок должен исчезнуть. Я заберу его. Ты меня не видела пока. Окей. Да что вы меня ждете это понятно. Подожди. Показываем рецепт. Да. Вот. Кое что не хватает. Я не нашла в мешке ваших волос. Волосы говоришь. Они не нужны. Сами посмотрите. Здесь так написано в рецепте. Действительно. Как мы могли это упустить? Хорошо. Вот теперь готовься. Так. Я буду дам вам знать когда буду готова. Так. Возвращаемся на кухню. И идем к жабе. Так. В смысле? Подожди. Ты уже нашла решение? Я не знаю что делать о ступоре. У тебя есть то что позволяет видеть вещи которые другие не видят. Откуда вы знаете? Я говорящий. Разве это нормально? Не думаю. Договоришь со мной это делать тебе особенно это логично. Да. Вы правы. Но что с того что я могу видеть? Ты все осмотрел. Возможно ты пропустила некоторые послания. Посмотрим что смогу найти. Так. Подожди. А почему я? В смысле? Ааа. Семечка. Блять. Подожди. А ну ка. Опа. Она и роза. Нет. Ништяк. Какая красивая синяя роза. Ммм. Да. Используем значит. Ой. Ну давай. Давай. Так. Подожди. Пять волос. Потом. Роза. И. Наша по-моему укрот. Девушки. Надеюсь на вкус. На вкус. Да. Ля-ля-ля-ля. Хм. Кровь. Гениально. Да. Свечи заживны. Зелье готово. Так. Окей. Оооо. Им зелье на голову. Погнали, чё. Мы, походу, всё почти сделали, да? Всё готово, пойдёмте на кухню. Хорошо, пошли. Так, сядьте и закройте глаза. Так, сядьте и закройте глаза. Погнали, нафиг. Так, слава. Ага. И... Нету заклинаний. Это неправильно. В смысле неправильно? Так, освободить котика. Подожди, а в какой комнате кот был? В этой? Да, подожди, смысл, лестница упирается в стену. Так, иди, Фрэнд, пожалуйста, сломади меня, найди ключ. Да я знаю, но, по-моему, это не тот. Что такое? Открой клетку. Ключ не подходит. Ты видела сама где-то ещё? Я не знаю, нужно осмотреться. Я буду ждать, торопись. Ну, погу... Окей. Я-то чё могу сделать? Зеркало, ну почему нет отражения? Да, подожди, а... Подожди, ключ, ключ, ключ. В смысле? Замочную скважину, а где она? Вот она. Небольшой замок. М-м-м. Голов... Чё за... Ё-про... Твои тык-тык. Алгоритм. Офигеть. Сейчас я тогда последовательность посмотрю. Нифига не видно нафиг. Семнадцать, шестнадцать, одиннадцать. Подожди, в смысле? А где семнадцать получается? Семнадцать. Шестнадцать. Одиннадцать. Шесть. Один, два, три, восемь. Один, два, три, восемь. Так, восемь надо запомнить. Один, два, три, восемь. Тринадцать, двенадцать, одиннадцать. 13, 12, 11 Потом походу 11 6, 1, 2, 3 6, 1, 2, 3 Это значит 6, 1, 2, 3 Так, подожди 6, 1, 2, 3 8, 13, 18 8, 13, 18 8 13 18 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 17 16 15 Так, подожди 17 Точно 16? 17 16 17 16 15 6 1, 2 15 А где там 15? А, вот 15 15 15 В смысле Какой 15? Там нету 15 Чё за наёбка? 6, 1 Там крутанёться Там крутанёться Только И в какую сторону, блин? Я же крутанул 17 16 Крутанул Может это опечатка Может это опечатка? Может это опечатка? Ну если брать 16 15 6 1 2 3 11 11 11 Что ли? 6 1 2 3 Наверное А если так? 11 6 6 После 6 Чё? 6 1 2 3 4 9 Подожди 1 2 3 4 9 Вот 9 Допустим 1 2 3 4 9 8 13 12 Подожди 8 8 8 8 8 13 12 8 13 12 8 12 8 13 12 8 13 12 11 6 11 6 11 6 11 6 1 2 3 8 Подожди 1 2 3 8 1 2 3 8 1 2 3 8 13 12 11 6 13 12 11 6 11 6 12 1 2 3 8 13 Так Подожди 1 2 3 8 13 Что ли Там только 13 Остается 13 12 11 6 13 12 11 6 11 6 1 2 3 8 1 2 3 8 1 2 3 8 13 12 11 6 13 12 11 6 13 12 11 6 11 6 1 2 3 8 1 2 3 8 1 2 3 8 1 1 2 3 8 13 12 11 6 13 12 11 6 13 12 11 6 13, 12, 11, 6 Опять 1, 2, 3, 8 1, 2, 3, 8 13, 18 13, 18 13, 18 А, уже 13, 18 13, 18 13, 18 23, 24, 25 23 Так, не перепутали бы 23 23, 24, 25 24, 25 24, 25 20, 15, 10 20, 15, 10 20, 15, 10 20, 15 9, 8, 13 9, 8, 13 9, 8, 13 Подожди 9, 8 13 9, 8, 13 18, 23, 24, 25 10, 8, 9, 9, 10 18, 9, 10 23, 18 23, 24 24 25 24 25 20 20 25 25 20 20 25 28 25 21 25 25 25 25 26 28 26 28 28 8, 13, 9, 8, 13, 9, 8, 13, 18, 23, 24, 25, 18, 18, 23, 24, 25, 20. 24, 25 и 20, походу. 24, 25, 20. 24, 25, 25, 20, 15, 15, 10, 9, 8. 15, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10. 9, 8, 10, 9, 8, 13, 18, 19, 20. 13, 13, 18, 13, 18, 19, 20. 19, 20, 19, 20, 15, 20, 15, 10, 9. 15, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 21, 22, 22, 23, 24, 24, 25, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 29, 29, 30. 13, это где? Так, подожди, а мы, наверное, не крутанули до этого? 8, 9, 8, 9, 8, 13, наверное, не крутанули, да? 8, 13, 9, 8, 13, 9, 8, 13, 18, 19, 20. 18, 19, 20, 13, 18, 20, 15, 10, 5. Серьезно? Подожди. Где 15? Что там пишется? Два скелета. А, с верхней полки берем ключ. Так, мы, Клара и Мия, клянемся отомстить за судьбу, которую нас омрек. Итвард. Кровью и слезами мы клянемся, что убьем его и вернем наши тела. Мы больше это не вынесем, несмотря на то, что мы сестры, мы ненавидим друг друга. И мы будем ненавидеть друг друга всегда. Ничто это не изменит. Теперь, когда наши тела соединены друг с другом, мы не можем завершить задачу. Сильнейшие будут жить вечно, слабейшие умрут. Ясно. Будем знать. Ага. Так. Как вернуться обратно? Ну все, пойдемте котика освобождать ключом. Я думаю, это самый ключ. Мой котик, выходи, дай мне тебя обнять. Блин, это такая милота. Как же хорошо. Френ, я свободен. Мой дорогой, мы должны выбираться отсюда. Да, пошли. Так. А куда нам получается валить? А, через окно к жабе? Погнали, что. Наконец-то мы с котом. Так. Подожди, какая вода? Через окно выбираться. Так. Я смогла, девочки мертвы. Прекрасно, теперь я могу отправиться к своей семье. Я тоже хочу, я нашла своего котика. Я хочу к тете Грейс домой. Но, как вы выверили, здесь нет лодки. Я думала, что вы нам поможете отсюда выбраться. Но я крошечный. Несмотря на то, что мое дело довольно пластичное, я не могу перепрагивать вас на другую сторону обоев. Так. Не бросайте. Подожди, а что нам делать? А, разрыхлитель на жабу? Серьезно? О-хо-хо. Должно быть помочь. Я не сдобная булочка, но вы липкий и мягкий, прям как тесто. Ты права, это может сработать, была не была. Нифига себе. Получилось, я большое чувствую себя великолепным. Отлично, идем, мистер Помочь. Конечно, Фрэнги, гигантская жаппа пристально не смотрит. О чем ты говоришь, он хочет нам помочь, вот и все. Хорошо, если он попытается что-то сделать, я его поцарапаю. Хм. Постарайся не разить, пока плывем. Так глубоко, мы не знаем, какие обитают существа. Так. В данном вине-игре нам предстоит трижды перебраться по бревнам и листочкам на верхнюю часть островка. Так, если мы можем погибнуть. Я обещаю, что не буду царапать жабу, поехали. Эй, девочка, прежде чем отправиться, я забыл кое-что тебе дать. Фото? А, родители. И еще книга. Книга. О, вы нашли мое семейное фото, большое спасибо. Я думал, что потерял его, но книга не моя. Что ж, прими ее в качестве подарка, читай здорово, немного картинок. Спасибо, я люблю картинки, давайте отправляться. Поехали. Все. Прикол. Тоже неплохая картинка. Что, по бревнам и листочкам, что ли? Подожди. А, вот так. А, как обратно-то. Твою мать. Ты что, все заново, по-первых... Зашивись. Та, ёпы, РСЭТ. Подожди. Та, в смысле, дай дождаться. Че за глюки. Где первое, блин, мы же не дотащим до того. Та, ёпы, РСЭТ. Это не то совсем. Бля. Она ж до туда не дотащится. Подожди. Да, вот же, бля. Подожди. А дальше? Э, че за тупость, алло? А, вот. Не, ну зашибись, так нечестно вообще-то, а. Че я должен делать? Заебись вообще. Да, блядь. Как это проходить, вопрос? Это ж реально тупость какая-то. Ну, а вопрос, как перебираться на ту сторону, блядь? Это ж реально тупо. И. А тут тупик. И опять я на тот цветок попадаю. И. Где там цветок? И. И. Тупость. Это сложно. Сложно с технической точки стороны. Вы на месте спрыгивайте. Пойдем по тихому. Что ж, пришло время отправляться домой. Надеюсь, вы найдете свою семью соль. Спасибо, надеюсь, вы тоже прощаете. До свидания. И спасибо за поездку. Рэн, что нам теперь делать? Искать путь домой. Ты видишь небо? Сейчас рассвет. Скоро все страшные вещи исчезут. Я такой голодный. Я хочу спать домой. Я тоже, котик, не найдем путь. Я делаю все, чтобы тебе помочь. Пойдем. Что ты сделаешь в первую очередь, как вернешься домой? Поем, разумеется. Буду есть, пока не засну. А ты? Думаю, я сделаю то же самое. Прикольно, кот облизивается. Ага, и скоро глава третья, да? А вот и мост. Боже, мост выглядит жутко. Рэн, пошли, мы должны вернуться домой, не время бояться. Да, но я немного боюсь высоты. Я пойду первым, иди за мной. Хорошо, ты такой милый, я пойду прямо за тобой. Что такое? Я не могу больше дышаться, я не хочу умирать. Ты не умрешь, мой друг. Давайте сможешь прыгать. Дрыгай, ну. Не бойся, Фрэн. Мы часто падаем. Но пройдя через боль, мы всегда поднимаемся. Оу. Офига себе. Мать ее подняла, серьезно? Офига себе. Дорогая тетя Грейс, никогда... А, тетя. Не бросайте меня. Не плачь, моя девочка. Твой съест очистит, но твой разум в руках. Ты должна остаться и пойти своим путем. Тетя Грейс, почему ты просто не заберешь меня отсюда? Прошу. Ты бросаешь меня одну, так же, как это сделали мама с папой. Прости, моя дорогая Фрэн. Ты скоро поймешь. Тетя Грейс, нет, не уходи. Пожалуйста, прошу. И морем. Вот и доктор. Фрэн, время принять твое лекарство. Прикольный момент. Да. Или этот сделать лучше? Почему он не делает скрин? Еще раз, алло. Фрэн, где ты? Ботинок Фрэн. Калкотки Фрэн. Играем за котика. Прикольно. Так, подожди, какой камень. Ботинок. Что за камень-то? Уродливое дерево. Котик, перестань, о чем ты говорил? Фрэн, моя дорогая, это ты? Не может быть. Что такое? Конечно, это я. Кто ж еще? Фрэн, ты дерево? Ах-ха-ха. Не глупи, помоги мне встать. Секунду, где мои руки? Почему я не могу пошевелиться? Я говорю тебе, ты превратилась в дерево. Что? Ну как? О нет, это конец. Это все большой монстр. Он не дает нам вернуться домой. Надеюсь, он не вернется, он очень страшный. Он всегда возвращается. Кажется, я его помню с той ночи, когда мама и папа погибли. Котик, я не хочу говорить об этом, хочу вернуться домой. Это дерево, мой друг, дерево. Я не смогу донести тебя до дома. Кроме того, я не верю, где мы находимся. Я умру, котик, скажи мне. Прошу не говорить, так Фрэн, не оставляй меня. Я чувствую себя такой слабой. Опа-на. Компо, имени Ме, Аула. КОЛЬКИ КОЛЬКИ ИГРАНМА ВАЗГУ ХАЛАНИ ИГНИ Джокли ВАНТИ Опа-на. Осторожно, почему вы нападаете? Вы можете сказать где, сэр? Хаула КОЛЬКИ Хаула. Прекрати, я вас расцарапаю. Хаула РУММИ ИГНИ Что они говорят? Почему это с нами происходит? Хаула. Прекрати нападать, у меня нет других намерений. Хаула ИГНИ ВИНИ БАНТИ. Хоть помоги, мне найди мою сумочку. Посмотрим, что я с него сделаю. В смысле, какую сумочку? Твою мать, было бы это еще так просто? Твою мать, в смысле? ЭМММ... А-а-а-а-а-а-а-а. Не понял. А-а-а-а. Камень, подожди, а мы уж камень так и не нашли. Подожди, где этот камень? Морковка. Подожди, я не пойму, а где камень на полу валяться должен? У нас ни инвентаря, ничего нету, что за тупость? Колготки, я в курсе. Сумочку. Не могу достать. Там есть мост и много воды, но мост не работает. Замечательно, что ж, заставь его работать, я не могу тебе помочь. Там круглые штуки, они продолжают крутиться обратно. Так сделай так, чтобы они не крутились. Спасибо за помощь, ты сам, лучше. Так, подожди. На берегу камень, блин, ну вы могли бы сказать, что на берегу? А где? Вот это? Блин, могли бы сказать, что это камень. Таврель, в смысле, не с рычагом, а шестеренками. Только потому, что он лучший. Фотографию? Кому? А он умный, наука, а хумба, паскинон-кау. А-а-а, он понял? А давай меня забирайте, овощи. Они хотят помочь, Фрэн, я чувствую. Юке, грунмаепо. Восемь метров. Котик, останови их, не оставляй меня. Я буду рядом. Ну? Галопа, галопа. Эй, подожди, а вместе мы не поплывем? Да. А, даже полетим. Глава третья. Вегетативное состояние. А, и... Угу. А, итмен баул, ненокаист бех, зиар, ни хаула, оанун. Ишмау, Ипченгорска, Эмитах, Уф, Фриоль, Горска, Зиар, О. Приветствую, свещество, меня зовут Зиар. Ты говоришь по-человечески? Боже мой, да, говорю, наконец-то. Мой хороший друг рассказал, что ты показал ему рисунок с четырьмя людьми и котом. Когда ты одна из них, маленькая девочка, прошу прости моего друга, если он напугал тебя. Мы никогда не видели человека, похожего на дерево. Да, позвольте мне объяснить. О, нет нужды говорить, плод все покажет. Иптэм, мона, кайс, текто, эхто, бро, эхто, протэм. Хм, посмотрим. Ты хорошая, без сомнения, искатель, правда. Частное явление в семейном грею и пол. Ага, тебя зовут Фрэнд, девочка со страстью к жизни. Я вижу большую любовь к существу, стоящему рядом с тобой. Кот-защитник врат. Интересно. Вы можете видеть все это в плоде? Тише. Я вижу, что что-то еще плод ничего не скрывает. Вижу мир, который никто не должен видеть, кроме... Чтобы иметь в виду, кроме одного выпра монстров, ты не должна быть здесь, Фрэнд. Это все, что я могу тебе сказать, мое дитя. Так. Я понимаю, вы поможете мне? Мы не можем отпустить это, это слишком опасно. Ты не должна была узнать о нашем существовании. Должен быть способ, скажите, я умерла? Умерла, что это значит? Это когда ты больше не существуешь. Быть деревом ненормально должно быть, я умерла? Смерть не что иное, как отсутствие любви. Если ты не любишь, ты умираешь, даже если тело продолжает ходить. Если я не мертва, вы должны помочь мне вернуться домой. Кот, подойди ближе, дай посмотреть на тебя, как тебя зовут. Меня зовут Мистер Фоллович. Красивое имя, как думаешь, Фрэнд должна вернуться домой? Думаю, да, сыр, верните нас домой, умоляю вас. У меня есть вопрос, вы король? А, вы забавные, да, я король, король и версты. Какая честь, ваше высочество, мне нравятся ваши листья, они красивые. Король, сэр, пожалуйста, вы поможете? Почему ты хочешь вернуться домой? Плод поверил мне ту историю. Вам почти не к чему возвращаться. Есть много причин, сэр. Но самое главное, это моя тетя, она защитит меня. Я хочу, чтобы у меня так позаботился, я сбито с толку, хочу туда, где буду чувствовать себя как дома, сэр. Понимаю, это очень храбро. Я просто хочу домой, прошу, помогите мне. Есть вещи, которые я не могу сделать, но я помогу тебе. Я проведу тебя к двери, что отнесет вас домой, твоя задача пройти сквозь нее. Правда? Большое спасибо. А где эта дверь, сэр? Поговорим об этом позже, сперва ты должна научиться говорить и ходить. Да, сэр, было бы здорово. Боюсь, я не смогу вернуть тебе человеческое тело. Только великий волшебник может. Но мы поговорим о нем после процедуры. Сначала ты должна понять наш язык. Но как я смогу понять ваш язык? Срежу этот фрукт. Твои уши и язык будут понимать, но не глаза. Ты не сможешь читать. Не беспокойтесь, я всегда могу спросить. Извините, вы понимаете, что я говорю человеческая леди? Да, понимаю бы, такой добрый. Это удивительно. Ты понял, котик? Нет, я не понял. Требование на фрукт блек своего корта, вашего ресурсуства. Тебе не нужен фрукт. Наш остров полон ароматов и звуков. Скоро ты глянешь на все, как на свой мир. Никаких сомнений. Ты справишься, котик. И, сэр, вы знаете, почему я стала деревом? Да, но не думаю, что я тот, кто должен отвечать тебе на это. Теперь перейдем к процедуре. Ты боишься высоты? Немного углекается голова, а что? Отведи ее наверх немедленно. Куда вы меня несете? Что вы собираетесь делать? Достать тебе пару рук и ног, все будет хорошо. Я буду ждать тебя, Френ, я люблю тебя. Хм... Добрый день, меня зовут Палан Трас, и я твой доктор. У тебя есть экстренный случай? Удивительно, какая большая пушистая штука. Прошу прощения. Ой, простите, просто я никогда не видела подобное вам. Я все еще пытаюсь понять, что это реально. Меня зовут Френ, и я человеческая девочка. Король прислал меня за руками и ногами, чтобы я могла отправиться домой. Человек, думаю, мы сможем тебе достать пару рук и ног. Нам придется лететь дальше, чтобы исправить это. Ты готова очутиться в лапах чудовища? Какого чудовища? Меня, я чудовище, полетели. Вот мы и здесь. Ух ты, это место такое красивое и спокойное. Спасибо, это мой дом, здесь я был рожден. Дух великого Волока создал его. Здесь самая чистая вода во всей вселенной. Ничего себе, звучит здорово. Итак, и дай я получу свои руки и ноги. Ох, верно, мы ждем, когда вода очистит проклятие. Тем временем мы можем поговорить. Хорошо. Кто такой Волока? Ты не слышал о пяти реальностях, он король первой реальности. Но он и давно отвоевал с тьмой и пал. Он пал так сильно, его сердце было разбито, он был один. Он прибыл в Эверсту, и его кровь окрасила воду в розовый цвет. Вот почему она такая чистая, теплинная история. Ого, звучит грандиозно, то есть я не знал о других реальностях. Ну как-то здесь и казалось, что приводил Эверсту. Мой котик, и я возвращалась домой. Я была так рада снова увидеть, а потом мы упали. Это сделал большой монстр, который нас преследовал. Он сломал мост, он хотел моей смерти. Кто хотел твоей смерти? Звучит ужасно. Я прекращу тебя не говорить об этом. Ну, сэр, доктор, вы знаете, почему я стала деревом? Да, иногда наши желания так сильно сбываются. Ты сделала это, чтобы остаться в живых. Твоё человеческое тело было уничтожено. Но ты хотела остаться собой, хотела сохранить себе жизнь. Поэтому ты заняла пустую оболочку, чтобы сохранить своё воспоминание. Я впервые вижу, чтобы человек использовал дерево в качестве кокона. Но тебе опасно здесь находиться. Это делает нашу землю уязвимой. Я сама это сделала. Ого, ну полумправ, сэр. Как я не поняла, что сделала что-то? Ты не поняла, что сделала? Ясно, что ж. Прибух и версию, ты открыл дверь между нашими реальностями. И пока эта дверь открыта, нежданные существа могут попасть сюда. Если это произойдёт, баланс будет отравлен. Есть только один, кто хотел бы отравить вторую реальность. Монстр, жуткая чернота. Я не могу смотреть, как это происходит, но я просто не могу. Не грустите, я сожалею о том, что сделала, я не хотела. Ап, маленькая девочка, ты такая милая, тебе не о чём сожалеть. Ты особенная, но давай сосредоточить тебя на твоих руках и ногах. Мда, доктор. Ой, солнце, дух войны, дай мне руки и ноги. Как ты себя чувствуешь в праве из-за умерства? Я чувствую себя прекрасным деревом, у меня есть листья. Рад, что тебе нравится, я горю, что мы это исправим. Это волшебная вода, она может починить всё, что угодно. Что угодно? Она сможет починить мою маму и папу? Почему ты починишь, что с ними не так? Ничего, доктор, большое спасибо за помощь. Вы лучший доктор, что у меня был пушистый и красивый. У меня был другой доктор по имени Дима, но он был просто злым стариком. О, стариком, думаю, это не так, может он просто следовал правилам? А теперь пойдём, я отнесу тебя на станцию. Вот и мы, покажи королю Женьяру, каким гражданином умерства ты стала. Ещё раз спасибо, вы должны помочь познакомиться с моим котом. Это было прекрасно, скоро увидимся, до свидания. Пушистый кот, ах, тебе нравится? Ха-ха-ха, вот и я. Рэн, дорогая, у тебя есть листья на голове, ты красивая. Ага. Позволь, сблинуть для тебя, каким гражданином умерства ты стала. Спасибо, сэр, доктор потрясающий. Он творит волшебство. Но он грустил, он рассказал мне много вещей, но я не поняла. Не волнуйся, полон трасс будет в порядке, я знаю причину. Нам нужно уладить кое-какие проблемы, за тебя нечем беспокоиться. Давай лучше поговорим о том, как вернуться домой. Да, пожалуйста, вы говорили что-то о великом волшебнике. Да, только великий волшебник сможет вернуть тебя тело. И у него есть камни, чтобы открыть дверь, которая приведёт тебя домой. Где волшебник? Какие камни? Это земля полная непонятных вещей. Ха, ты ещё не вышла из замка, уже хочешь всё знать. Вот страсть, о которой я говорил, имей терпение, Фрэн. Великий волшебник живёт внутри великой горы Кот Рэм. Но мы его не видели уже некоторое время. Найди его и всё будет хорошо. Почему мы сами не пытались найти? Не было необходимости, всё логично, понимаешь? Для нас не нужно колдовать или варить зель, а мы можем это делать сами. Более важная задача защитить камни, открывающие дверь. Понятно. Уходят камни это ключи, где это гора? Тебе придётся поспрашивать, следуй за указателем, и мне пора идти. Но я вернусь, чтобы помочь тебе открыть дверь. Хорошего тебе дня и удачи в поисках великого волшебника. Ты видел большое существо, котик? Это Палантрас, он починил меня. Да, он очень пушистый, чуть не забыл, вот твоя сумочка. Окей. Спасибо, котик, ты видел мои таблетки? Нет? Может они на другой стороне озера, рядом с твоей одеждой? Что ж, в любом случае у нас есть другие дела. Нам нужно найти волшебника. Да, король также говорил что-то о горе. Да, гора Кот Рэм, великий волшебник живёт там, пойдём. Хм, ясненько. Так. А вот и жук, который нас не пропустит, да? Да, 86. А там у нас ещё есть стад, да? Угу. Ну что ж, я думаю, может быть... На этом завершить, раз уже третья глава началась. В принципе... Спасибо, что смотрели, дорогие друзья. С вами был Казуко Фэмили. Ставьте лайки, не забывайте про колокольчик. Не забывайте приглашать друзей, и не забывайте, что мы стараемся делать интересный контент. И что-нибудь интересное вам показывать, в принципе. Спасибо, что смотрели. Мы старались для вас играть, переводить. Вот. Котик хочет, чтобы мы туда пошли. Да, котик, в следующий раз. В следующий раз. Прикольная, кстати, анимация кота. Ну а всем до новых встреч. С вами был Казуко Фэмили, ребятушки. Всем до скорого. Всем всего хорошего. Не болейте. Пейте больше. Кофе, выйти в холода. А всем до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»